Приподнятый хэтчбэк на основе Audi A1 нынешнего поколения назвали не Allroad, что было бы логично, а City Carver. В вольном переводе городской резчик или слаломист. От обычного A1 кроссоверная версия заметно отличается дизайном. Вместо шестиугольной решетки здесь восьмиугольная, как на настоящих кроссоверах Audi. Над ней две прорези вместо трех, а ниже массивные бамперы, накладки на пороги и арки. Клиренс увеличен примерно на 40 мм. Точного значения не называют, но говорят, что на 35 мм приподняли подвеску, а остальное добавляют шины. Если у обычного A1 в начальных версиях колеса 15-дюймовые, то у City Carver минимум 16, а заказать можно и 18-дюймовые. Интерьер повторяет геометрию стандартного спортбэка, а отделка основана на версии S-Line. Полностью цифровая приборная панель включена в базовую комплектацию, а в старших версиях мультимедийный интерфейс MMI с 10-дюймовым тачскрином и голосовым управлением и аудиосистема Bang & Olufsen мощностью 560 Вт. Конкретные двигатели не названы, но предположим обычные для A1 бензиновые турбомоторы. Литровый трёхцилиндровый и полуторалитровый четырёхцилиндровый. Коробки передач, механика или семиступенчатый робот. О полном приводе ни слова не говорят. Вероятно, именно этим объясняется название City Carver. Ауди не пожелала выпускать на рынок переднеприводный Allroad. Европейские дилеры получат новинку в конце года. А в России хэтчбэк может и не появиться, ведь обычный A1 у нас не продают уже два года.